Друзья, приветствую вас на канале Каменный Успех. Дома из камня. Хочу показать один из заборчиков, как нужно делать, как нужно строить и из чего можно строить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, если мы посмотрим, вот такой заборчик, старенький, мы разбираем, обрабатываем. Здесь сейчас свинами мы все расколем, можно потом будет класть. Делаем заборчик с такого разного камушка, нет определенных углов, определенной четкости в нем, как гранит. То есть его нужно крутить, вертеть, смотреть, как же его поставить. Этот камень мы можем поставить хоть как. У него есть, так сказать, плоскость, и здесь, и здесь, на что поставить, и даже здесь. Вот, смотрите, 15 сантиметров, и даже вот эта сторона. Всегда ставить на большую платформу. И как же его поставить на эту большую платформу, если ровно поставить по ниткам, по двум ниткам? Вот здесь остается зазор такой. Если его поставить, чтобы не было зазора, он будет перекошенный у нас. То есть вы кладете раствор, ставите, и просто-напросто, вот берете вот такие камушки, закрываете халиками. Сейчас я поставлю, вот. И он будет нормально стоять, он будет хорошо стоять, он будет хорошо смотреться. Вот мы еще и на эту сторону поставим один. Вот, и потом просто берем раствор, закидываем, и все, он будет стоять уже очень хорошо. Твердо, я его еще могу углупануть. Вот таким образом можно ставить камни, когда они не формальные. То есть у него нет прямого угла нижней части. Именно так выходить из разных положений. Есть ребята, которые ставят, допустим, под углом, во время, когда пройдут дожди, ударит мороз. И этот камень просто-напросто выдавливает, когда неправильно его поставить. Сейчас мы это все разберем, сделаем фундамент, зальем. Вот этот камень я не буду убирать, и мы его оставим. Здесь просто сделаем угол, и вот пойдет у нас круг. Камень старый, но надежный. Вокруг обкопаем, зальем бетон. И пускай он стоит. У нас в заборчик пойдет вот так. Легковые машины. Будет бочина не поцарапана. Это раз. Второе. Бортовые машины не зацепят наш забор и не пошатнут его. Ну и естественно, машины будут целые. Допустим, уже диском не сможет зацепить камень. Она будет наклоняться на ту сторону. И с этой стороны наш забор будет в целости и сохранности. Хочу показать одну из приспособ, которая мне очень помогает. Три клапки камней. Если у вас, допустим, стена, вот ровная стена, нужно гнать, и вы делаете по кусочкам, так сказать, какое-то там расстояние не было. У меня здесь 2-3 метра. У вас может быть и 15 метров. Вот смотрите, как я сделал. Внизу скручиваю струбциною, а вверху вот зажимы, то есть болты, регулировка и все четко. Сейчас я его раз сниму, мне нужно надеть, я его надену. То есть в любой момент, в любом месте. То есть мой труд облегчается, ускоряется и этим можно зарабатывать деньги. Здесь вот заборчик у нас Олег вот очищает. Итак, друзья, вот с такого заборчика смотрите, как камни сложены вглубь. Поэтому они как бы и стоят, эти заборы, по много-много лет. И даже из таких камней построить дом и обштукатурить, он будет стоять очень долго. Сухая кладка, не знаю в каком году ее клали. Мы превращаем вот такие заборы. Вот так-то. И это есть похожесть на византийскую кладку. Вот так строили в старину на раствор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...